дорогие друзья всем добрый день сегодня на очереди наша рубрика не суди других или суди других как вам больше нравится разбираем разные истории из жизни истории неприглядные истории нерадостные истории с очень таким странным и спорным выбором людей которые в общем-то как раз и показывают многообразие всей этой жизни просто сплетничаем просто вспоминаем может быть что-то похожее если нам приходилось с этим сталкиваться сегодня у меня история про маменькиного сынка я эту семью знала лично знала несколько лет назад время прошло ситуация там особо не меняется но естественно имена героев изменены любые совпадения случайны как нас будут звать нашего героя в этом ролике давайте у нас его будут звать гриша вот значит что из себя представляет гриша гриша у нас работает преподавателем преподавателем вузе он такой общем то ответственный на хорошем счету неплохо зарабатывать сколько можно на этой позиции заработать гриша уже близится к 40 годкам никогда гриша не был женат никогда он с девушкой никакой не жил были там какие-то романы были какие-то истории самая максимальная история года два-три вот что-то такое тянулось в плане ухаживаний но так парочка и не съехалась периодически у гриши какие-то дамы появляются и из его студенток и из преподавательской среды просто из тех там но кто может быть где-то ему скажем так в обществе встречается но почему-то ни с какой из этих дам у гриша дела не ладятся кажется ну что же это такое такие женщины все испорченные или может такой гриша привередливый а загвоздочка то там заключается во многом в маме гриш кто у нас мама гриша мама гриша у нас очень такая нарциссическая особо прям такой мощнейший грандиозный нарцисс вот хотя хотя до чем-то не не лишенной токсичности то есть я думаю там какой-то смешанный тип нарциссы ну ладно в общем это не детали не так важны важен именно там тот результат который она оказала на его жизни продолжает показывать она достаточно поздно вышла замуж особенно по тем временам вышла замуж принципе по любви за неплохого человека достаточно родила ребенка но семейная жизнь сразу не сложилось то есть муж от нее ушел когда гриша был года два я не знаю что там произошло но я думаю скорее всего наверно не смогла в принципе она не с кем ужиться это женщина очень сильно любящая себя муж ушел но разводиться официально не стал просто жил с другой женщиной на ребенок там платил алименты платил какие-то деньги но с ним не общался с ребенком уже начал общаться когда тот был в школьном возрасте в принципе отношения были неплохие мать в этих отношениях не участвовала вот то есть рост гриша под крылом мамы под крылом бабушки и вот-вот в такой замечательной женской семьи отца было мало в его жизни уже позже когда гриша было хорошо за 30 его папа болел и как-то вот они все таки с отцом там общались достаточно искренне какие-то отношения у них сложились ну как-то папа его все там направлял на там давай уже женись давай там какой-то взрослой жизни живи от мамы съезжай но гриша отнекивался в итоге папа умер оставил грише завещание там тоже квартира там еще какое-то имущество но общем то все по-честному скажем так причем мама гриша она как это все позиционирует я недавно стала вдовой у меня недавно умер муж хотя по факту женщина с мужем не жила более 30 лет и он обходил ее стороной общение не выходил с ней на контакт я не знаю что то могло произойти потому что не был похож папа гриша на какого-то знаете там социопата на какого-то такого очень жесткого холодного отстраненного и так далее то есть он вполне как мог он ответственно относился к ребенку хотя конечно были пробелы и там взаимодействие и прочее то есть что-то именно вот у них во взаимоотношениях с мужем такое произошло но как истинная нарциска для общества она держит лицо я недавно вдовела у меня недавно умер муж вот как она говорит вот живет живет гриша в общем то все девочки как то с которыми у него происходит определенное общение определенные отношения они просто не нравятся маме что делает мама то есть так получилось что я частично соприкоснулся этой истории мама просто встречает наедине девушку женщину и объясняет им что они не стоят ее сына что она конечно может быть еще посмотрит будут те стараться или не будут но ее сыну нужна какая-то другая дама и она всячески отводит отваживает их от него вот и все то есть там вообще ужас там как оказалось мама прослушивает там еще когда я с этими людьми была знакома еще было были тогда городские телефоны у многих дома и мама снимает трубочку на втором телефоне и слушает о чем сыночек говорит мама читать переписку мама читает эсэмэски мама по каждой девушке женщине хоть наводят справки вообще кто она чё она имеет то есть мало в принципе общение такое ведет из разряда ну и чё тут ну и кто тут ну давай докажи объясни мне очень старается выбрать сыну а девушку из полной семьи хотя заметьте у самой сын то как раз вот в неполной семье рост но мама напрочь отрицает факт того что она жила без мужа никогда у него после ее вот этого мужа мужей больше каких-то мужчин не было она одиночка она держится отстранена она там ну минимальную какую-то карьеру сделала аля там мелкий начальник отдела вот что-то такое но преподносит это как великие заслуги как просто вот какое-то очень большое социальное достижение и тут особо-то к этой истории что мы дополним тут до гриш что он добрый может быть хороший человек и прочее но вот это влияние мамы вот это порабощенность он никак не может от этого отделаться там чувство вины и очень дикое перед этой мамы то есть когда он начинает с кем-то встречаться когда он даже там на пару дней куда-то уезжает например в отпуск и прочее уже все с мамой на связи уже все в общем то да ну не никак есть сразу чувство вины перед мамы но мама же не отдыхает с мамой до сих пор ездит в отпуск мужчина которому там почти 40 лет ездит вот это я вам рассказываю историю как бы то что несколько лет назад произошло шли годы шло время в итоге гриша уже под 50 а у него все то же самое он живет с мамой в этой квартире все его девушки раз чудесные раз прекрасные они почему-то отваливаются но мы догадываемся с вами почему мама ему сама периодически каких-то невест подыскивает поставляет скажем так причем она их оценивает с позиции чтобы они медицине разбирались ухаживать за ним могли за ней чтобы могли ухаживать то что женщина она уже возрастная уже под 80 лет вот но что-то как-то и вот с пришлыми невестами у гриш тоже не сходится он парень такой с тонкой душевной организации он хочет влюбляться естественно ему нравятся легкие красивые и прочее а те кого приводят по мы это чисто такие хозяйки сиделки и прочее притом парень то искренний добрый милый до невротичный до такой вот дефицитарный нарциссик очень такой депрессивненький но по большому счету неплохой парень и в другой среде в других условиях он смог построить семью он бы смог найти девушку которая бы как-то вот может быть принимала бы его вот эти вот особенности но такого не произошло и в общем то я думаю тут мама ключевая фигура и такое она узнаете как она уже не лечится вот тут особо что советовать тут может быть один только советую этой ситуации уезжать от мамы другой город строить вообще границы и жить своей жизнью но никогда она этого не позволит там связка там зависимость плотнейшая я сразу вспоминаю фильм пианистка там очень много от этого да конечно разница в том что девушек себе в дом гриш не вот гриш кстати сам на квартиру заработал у него есть квартира но эта квартира стоит рядом закрытая а гриша с мамой живет в ее квартире понимаете в чем веселость всей вот этой вот ситуации квартира стоит закрытая как будто момент когда уж у него будет семья когда уж будут дети тогда все переедут просто мужчине уже 50 лет а вот семьи детей пока нет на горизонте и невесты все вот чудесным образом отваливаются вот такая история вот такая вот просто уже какая-то болезненная вот это вот связка с матери мать не видит своей неправоты мать считает что она все правильно делать единственное что она говорит что да как бы он у меня конечно немножечко недозрел где-то психологически до своего возраста но я его в обиду не дам я знаю какая ему женщина нужно в общем то и она абсолютно ничего не собирается менять своем поведении а он отрицает что она как-то на него влияет он говорит что это мое решение это мой выбор я просто прислушиваюсь к маме я просто вот уважаю ее позицию но она у меня добрейшей души человек у нас все вот прекрасно мальчик продолжает жить с мамой в общем вот такая вот история про маменькиных сынков очень рада буду если поделитесь своим мнением если поделитесь своими примерами вообще на ваш взгляд такую ситуацию можно ли ее как-то исправить или может быть действительно зря я скажем так так категорично оцениваю маму может быть правда не в ней дел просто вот именно гриша такой и вот до этого вопрос ему просто не везло с девушками делитесь мнением давайте сплетничать всем пока всем до скорых волнующих встреч